Олег Митраков, как вы относитесь к Ларионову и его позиции по поводу Егора Гайдара и гайдаровских реформ? Значит, по поводу позиций никак не отношусь. Нравится ему эта позиция, у него есть свои аргументы. С ними спорил фонд Гайдара, доказал, что там просто притянуты за уши какие-то факты. Они действительно недостоверны. Подробно никто не обижал, как говорит Гарик, что его обижают, обсуждают не его позицию, а самого Андрея Ларионова. Нет, очень спокойное обсуждение. И я разместил этот ответ фонда Гайдара. Очень спокойное, аргументированное обсуждение аргументов Ларионова, где он, ну, не то что неправ, а неправ, конечно, но где он притягивает факты. Такое, ну, мне нравится Андрея, он очень формально, так сказать, рассуждает всегда на основе фактов, но иногда, ну, как-то маниакальность какая-то появляется, чуть-чуть бредовость, понимаете. Я, мы с Лерочкой это обсуждали в свое время, это же история тянется с антигайдаровской. Она началась сразу после смерти Егора Тимуровича. С чем это связано? То, что у Гайдара не было достаточно власти принимать решения, это ясно. Вот если коротко отвечать на эти вопросы, он обвиняет Гайдара в преступлениях, к которым Гайдар не могли иметь отношения. Они произошли либо до него, либо, там, значительно после, с другим премьер-министром, с другой властью, другим, там, Ельцин принимал решения многие. Вот. Но вот это маниакальное состояние, и непонятно зачем. Ну, прошло это уже, умер Егор Тимурович. Андрей же ведь не просто там доказывает, он очень агрессивно продвигает свои мысли. Вот там сейчас втянул форум свободной России в эту дискуссию зачем-то. Несколько раз он, ну, просто обращался ко мне, к Новодворской, вот, там, давайте обсуждать, давайте обсуждать. Ну, обсудили, сказали ему, просто по пунктам. Там, фонд Гайдара выделил сорок, там, два, что ли, пункта. И по каждому пункту они сделали анализ, ответ Андрею Луриону. Что еще? Нет, нужно раскалывать демократическое сообщество, так как это делалось, когда, там, создавался оргкомитет этот оппозиционный. Куда вошли националисты, коммунисты. Ну, зачем? Тему, ну, можно спокойно закрыть, там, у Лурионова одно мнение, у меня другое. Но это вопрос истории. Делать его актуальным, предметом битвы сегодня, ну, это обычная провокация. Вот, Олег Митраков печатает. Лекция Егора Иларионова, что сделал Гайдар. Ну, что это? Сегодня самое главное, что нам нужно обсуждать. Странно это все. Субтитры сделал DimaTorzok.